Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. 43 протокола за 2 часа. В Магнитогорске прошел профилактический рейд тренировка. Тепло и по-семейному. Благотворительный фонд «Металлург» организовал фестиваль близнецов для подопечных центра материнства. Самая сильная женщина страны вновь на пьедестале. Магнитогорская спортсменка Екатерина Зайцева стала победительницей двух крупных турниров. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Об обеспечении безопасности дорожного движения в первом полугодии 2024 года, а также о подготовке парков к летнему сезону говорили на аппаратном совещании в администрации города. Нашлось на заседании место и торжественному блоку с поздравлениями. Обо всем по порядку смотрите в сюжете. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах на постоянной основе, проводятся обследования уличнодорожной сети. В комиссии участвуют специалисты Управления транспорта и коммунального хозяйства, Управление капитального строительства, Магнитогорская инвестстроя и сотрудники госавтоинспекции. За шесть месяцев было организовано 30 объездов, в ходе которых установлено и заменено 602 дорожных знака, 31 секция светофоров. Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений приведены к требованиям национальных стандартов. На сегодняшний день в городе функционируют 36 постов фото-видеофиксации. В настоящее время администрация города Магнитогорска совместно с областным государственным казенным учреждением Центр обработки вызова системы 112 ведется работа по установке в 2024 году дополнительных 11 постов системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения на перекрестках и улицах уличной дорожной сети города Магнитогорска. Сегодня мы работаем над интеллектуальной системой, то есть это система, которая будет позволять менять время работы фазы светофора в зависимости от загрузки в данный момент времени. То есть она оперативно будет отслеживать количество автомобилей со всех сторон перекрестка и принимать решения в той или иной степени, меняя, как я сказал, длину работы фазы. Далее речь зашла о парках. Для безопасности в них проведена корицидная обработка. Регулярно убирается территория, косится трава, обрезаются кусты, ведется уход за клумбами. К привычным для отдыха горожанам паркам у Вечного огня, экологическим и южным, добавился парк ветеранов Магнитки, где установлены зоны для пикника, детские тренажерные площадки. Большой популярностью пользуется и новый пляж – Северный. На пляже организовано дежурство спасателей и медиков. Для желающих бесплатно предоставляются дополнительные лежаки и теневые зонты. В настоящее время на территории пляжа работает кафе, а также прокат водного инвентаря. Несмотря на то, что пляж открыт в начале лета, многие жители города оценили его по достоинству и предпочитают отдых на Северном пляже, отдыху за пределами города. Если раньше мы не знали, куда себя деть в выходной день, то сегодня остаёт проблема. А куда же лучше сегодня пойти? Потому что такое огромное количество мест отдыха – это здорово. Завершилось аппаратное совещание на позитивной ноте. Глава города наградил Сергея Сорокина – активного жителя, работника коксохимического производства, который спас женщину на пожаре. Кроме того, поздравили с днём рождения и Марину Зинурову, начальника управления охраной окружающей среды и экологического контроля. Павел Дурсенев, Алексей Абашин, телекомпания «ТВИН». Проявили инициативу и поставили красивую точку в реализации одного из пунктов проекта «Инициативное бюджетирование». Активисты КТОС 137-го микрорайона провели субботник в сквере Сиренево, который расположен между 7-м и 11-м домами одноименного проезда. Энтузиастам понадобилось несколько часов, чтобы уже благоустроенное пространство заиграло новыми красками, в чём убедилась наша съёмочная группа. Учёные подсчитали, для того, чтобы целый город исчез с поверхности земли, нужно всего ничего – 150 лет не убирать траву. Недавнее состояние сквера Сиреневой могло бы послужить иллюстрацией этой гипотезы. На заранее расклеенной активистами КТОСа объявления «Субботники» откликнулись активисты КТОСа и двое жителей. Это, к слову, о гражданской активности и несгибаемой воле дам золотого возраста, составляющих кадровую основу нашего самоуправления. Вообще, судьба этого общественного пространства многострадальна. От возведения очередного магазина площадку отстоял нынешний городоначальник, а тогда депутат горсобрания по этому округу Сергей Бердников. Для справки, в этом уголке города больше нет пространств, пригодных для тихого семейного отдыха под сенью деревьев. Разовые сезонные акции по благоустройству проводились, но без видимых результатов. Сквер зарастал бурьяном. Сказывалось то, что в качестве имена сквера площадка между 7 и 11 домами проезда Сиреневой отсутствовала в реестрах и прочих градостроительных документах. Нет бумажки – нет финансирования. А сейчас о хорошем. С мертвой точки дело сдвинулось три года назад, когда в полную силу заработал проект «Инициативное бюджетирование», поддержанный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Специалисты называют этот проект максимально приближенным к чаяниям народа. Благодаря помощи Шиляева Павла Владимировича, он у нас был на встрече, и я задала вопрос, как нам 10 лет сквер не благоустраивается. Помогите, пожалуйста, нам в этом вопросе, потому что здесь должны быть городские службы работать, не просто субботник. И не поверите, на второй день здесь были все службы, сделали обрезку кустарников, сделали частично обрезку деревьев, было скошено, была проведена санитарная уборка. Это был 21 год. Дальше рассказывает Людмила Петровна, благодаря инициативному бюджетированию все шло по нарастающей. Не по мановению волшебной палочки появилась детская площадка. Грамотно оформить заявку и с другими оргвопросами помог депутат городского собрания Александр Марков. На что не хватило средств, перенесли в планах на следующий год. Игровая зона полностью благоустроена, на дорожке уложен новый асфальт, заменены бордюры. Но вот незадача. Все здравые инициативы буквально тонут в сорной траве, поглотившей в том числе красивую клумбу с петуниями. На ней, кстати, наши объективы и нашли железных леди, которые, среди прочего, убирали заросли очень ядовитой травы, белины. Так что еще и о безопасности детей позаботились. Сегодня никого нет, две жительницы, все, больше никого нет. Хотелось бы, конечно, чтобы жители были поинициативней, потому что здесь же они с детьми находятся, гуляют, отдыхают. Вот вечером у нас здесь красиво, горят фонари, ну и погода благоприятная такая, но, к сожалению, нет жителей. Справедливости ради заметим. Когда гневная отповедь пассивным жителям была почти готова, к активистам ТОСа присоединились окрестные пацаны и с упоением начали уничтожать сорняки, помогая делать наш общий дом в Магнитогорск еще красивее. Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. За 10 лет работает Центр материнства. Одного из ключевых подразделений благотворительного фонда «Металлург» у его подопечных родилось 67 пар двойняшек и одна тройня. Исходя из этой статистики, детский праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, было решено назвать «Фестиваль близнецов» и провести его на площадке Центра материнства к огромному удовольствию детворы и родителей. Наша съемочная группа окунулась в теплую атмосферу. Год назад в семье Анастасии произошло счастье, помноженное на два. Работница ММК, узнав о беременности, сразу стала подопечной Центра материнства. И ни разу об этом не пожалела. Настя рассказывает, что невозможно словами передать чувства, когда семья становится сразу большой, а значит полноценной. «Здесь очень здорово, очень хорошие руководители и фонда, и все было здорово. Всякие мероприятия, мы и танцевали, и плясали, и пели, очень всякие тут. И занимались со спортом. Очень много тут развивающих для беременных мамочек. Спасибо им огромное за всякие мероприятия, за праздники, за концерты». Действительно, сам по себе яркий праздник следует рассматривать в контексте повседневной работы как фонда «Металлург» в целом, так и Центра материнства в частности. И его создание, и дальнейшая деятельность были бы затруднены или невозможны без системного и комплексного подхода к реализации проекта. «Мы эту программу осуществляем уже давно, уже, наверное, на протяжении 20 лет. По сути, как существует Центр материнства, мы в этом году отметили юбилей. Ну и участие в грантовых проектах, которые мы реализуем. Вот это и есть грантовый проект, по сути, материнство, ответственность. Это мы осуществляем тоже на ежегодной основе, по сути, привлекаем дополнительные денежные средства для того, чтобы поддержать материнство». Поддерживают и помогают состоявшимся и будущим мамам самыми разнообразными программами и проектами, которые разработаны с единственной целью – помочь женщине обзавестись потомством, а затем и воспитать здорового, духовно и физически полноценного члена социума, а то и ни одного. «Вот за последние 10 лет у нас родилось 67 двоин и одна тройня. В рамках грантового проекта у нас проводятся групповые занятия, где с беременными женщинами проводятся занятия перинатальным психологом, врачом-педиатром, нутрицолог-диетолог, гинеколог-акушер. У нас проводятся культурно-досуговые мероприятия». Чему подтверждением стал вот этот праздник? Диджея меняли клоуны, техростовые фигуры, песни, конкурсы, танцы и сладкие призы. Все, как и положено на празднике, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. Игорь Гурьянов, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Один из дней пребывания в летнем лагере школы номер 20 для ребят ознаменовался ярким и довольно шумным событием. К ним в гости пришли представители магнитогорского проекта «Реактивная лаборатория», которые наглядно показали, как работает реактивный двигатель, собранный своими руками. Свидетелем огненного теста стала и наша съемочная группа. Представители Центра аэрокосмического научно-технического творчества «Реактивная лаборатория» выгружают необходимое оборудование во дворе школы номер 20. Подсоединяем топливный шланг. То есть сейчас у нас по этому шлангу будет поступать топливо. Они расставляют по периметру топливо, подающие устройства, устанавливают огнетушители, растягивают ограничительную ленту. В центре композиции находится главный элемент мероприятия – пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, собранный руками юных участников проекта. Дети сами спроектировали и построили модель, вырезали необходимые детали из металла. И сегодня на глазах воспитанников летнего городского лагеря будет проведен очередной огневой тест. Чтобы посмотреть на яркое событие, во двор школы вышли десятки ребят. Организаторы рассказали детям, только на первый взгляд перед ними просто изогнутая металлическая труба. Весь секрет в геометрии и в системе подачи топлива. Такие двигатели, отметили участники проекта, появились давно. Их использовали еще во времена Второй мировой войны. У них есть потенциал для развития, у них есть специфичная ниша. Но что самое главное, они доступны для технического творчества, в том числе для детского технического творчества, которое, собственно, у нас в рамках проекта, поддержанного фондом президентских грантов, и реализуется. То есть детишки могут своими руками от куска металла, вот от листа, пройти все этапы металлообработки и собрать в конце работающий двигатель, а в конце его запустить еще. Настает время для самого интересного. Дети, затаив дыхание, следят за действиями гостей. Еще минуты, и из сопла вырываются яркие языки пламени. Горело, правда, недолго. Двигатель, уже прошедший целый ряд испытаний, спустя полминуты, выходит из строя. Вместе с этим гаснет идея пожарить на огне для детей маршмеллоу. Этот двигатель уже видел все, и сегодня у него последний день. Вот, ну можно, вот даже рядом чувствуется, что от него печет. То есть вы видели, что он до красна раскалился? Да. И вот эта часть уже начиналась более светлая становиться, даже чем красная. То есть там, где было красное, это было 1100 градусов. Вот в этой зоне, где он схлопнулся, было уже больше 1200. То есть это вот настоящий, ну, полноценный двигатель. Несмотря ни на что, эмоции от увиденного у детей были самыми яркими. Мне сегодня все понравилось, но только было громко, но так интересно. Мне не страшно, не страшен был огонь, и мне было классно. С Дмитрием Казаковым и его реактивной лабораторией школа номер 20 сотрудничает уже два года. Школьники наблюдали за звездами с помощью современных телескопов, участвовали в запусках зондов, осваивали навыки управления беспилотными летательными средствами. Каждый такой урок для детей – это мини-открытие. Естественно, да, это что-то новое. То есть если мы привыкли их видеть в телефонах, то лагерь им не дает свободные минуты. В данном случае это ведь наука. И мы вроде бы на каникулах, а в то же время занимаемся какими-то научными историями. Поэтому, конечно, важно. Дмитрий Казаков рассказал ребятам в планах воспитанников реактивной лаборатории собрать новый, еще более совершенный реактивный двигатель. Принять участие в его запуске он пригласил всех желающих. Ведь именно в том, чтобы заинтересовать и научить детей новому, и состоит главная цель – проекта. Ребенок пойдет в аэрокосмос, пойдет в авиацию, либо пойдет у нас на комбинат работать. Это инженерное мышление, это инженерные навыки, и это навык работы руками. Это вот то хорошее из детского технического творчества, которое было в Советском Союзе, которое стоит, наверное, в сегодняшний день переносить. Спасибо! Спасибо! Евгения Солохудинова, Александр Макаров, Телекомпания, ТВИН. К другим темам. В Магнитогорске прошел профилактический рейд-тренировка. Пять экипажей ДПС патрулировали улицы города с 9 утра до 3 часов дня, останавливая автомобили с чрезмерным затемнением лбового и передних боковых стекол. За первые два часа рейда было составлено 43 административных протокола. Чрезмерное затемнение лобового и передних боковых стекол является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения в Магнитогорске. С начала года дорожными полицейскими уже выписано без малого 3,5 тысячи протоколов по таким нарушениям, но водителей, которые прячутся за темными стеклами, меньше не становится. Почему тонировку наносите? Солнце светится. Оно не пропускает свет. Другие водители нанесение тонировки объясняют чисто эстетическими соображениями. И также не спешат ее снимать. На практике же именно из-за тонированных стекол нередко возникают аварийные ситуации. Тонировка ухудшает обзор видимости водителя. В особенности в темное время суток является сопутствующей причиной создания многих аварийных ситуаций. А также скрывает другие нарушения водителя. Например, нарушение правил применения ремней безопасности. Также использование сотового телефона во время движения. Очередной рейд, направленный на борьбу с нарушением правил тонировки автомобилей, проходил на проспекте Ленина. Долго стоять без дела инспекторам не пришлось. Закатанные в пленку автомобиля шли сплошным потоком. Их останавливали и с помощью специального прибора проверяли уровень затемнения. Светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Согласно техническому регламенту, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. У данного водителя видимость практически нулевая. Штрафом в 500 рублей дело не обошлось. Дорожные полицейские настаивают на устранении нарушения на месте. А уже было когда, что сдирали эту тонировку? Вчера. Два раза подряд. В смысле, вчера уже сдирали? Вчера меня в 4 утра сдирали и в обед сдирали. И вот сегодня я опять попался в обед, сдираю. То есть все равно комфорт дороже, я правильно понимаю? Ну, конечно, комфорт дороже. Каждый закатывается для себя, то есть просто. Не то, что жарко, там. Просто для себя закатывается. В случае, если водитель отказывается устранять на месте данное нарушение, выписывается требование о прекращении противоправных действий и дается трое суток на его устранение. Если водитель не устраняет данное нарушение, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей, либо исправительные работы, либо арест до 15 суток. В данном рейде 24 водителя отказались снять тонировку на месте и получили предписание со сроком устранения данного нарушения. Всего было проверено на светопропускаемость 680 автомобилей и составлено 83 протокола об административных нарушениях. Скоро Госавтоинспекция планирует провести повторную проверку на дорогах, чтобы выявить тех, кто, несмотря на предписание, так и не снял тонировку со стекол своих автомобилей. В Магнитогорске произошел инцидент, который шокировал горожан. На видеорегистратор попал водитель Лады Гранты, который размахивал пистолетом из окна машины и пугал прохожих. После появления записи в социальных сетях нарушителя спокойствия задержали сотрудники полиции. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 9 часов вечера на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева. Водитель, остановившийся на светофоре серой Лады Гранты, неожиданно вытащил из водительского окна пистолет, стал им размахивать и направлять на людей. Данное происшествие вызвало волну негодования в городе. Я даже не понимаю, откуда можно было взять оружие. И вот так, ну я не знаю, это нездорово. Ну, конечно, это страшно, потому что здесь как раз-таки бульвар огнемагнитки. Очень много и молодежи гуляет, и взрослых с детьми. Такие ситуации, конечно, недопустимы. Ну, в любом случае, это нарушение каких-то элементарных моральных норм, общественного порядка. Конечно, я думаю, что в уголовном кодексе или в административном есть соответствующие законы, которые должны регулировать такие события. Полицейские Магнитогорска быстро отреагировали на данное происшествие. После обнаружения информации о гражданине, размахивающем предметом, похожем на оружие, полицейские незамедлительно принялись за выяснение обстоятельств и установления личности участников события. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в салоне автомобиля действительно находились местные жители 2003-2005 годов рождения, один из которых имел игрушечный пистолет. Всех участников представления опросили, а внешне схожий с оружием предмет был изъят. После чего молодой человек извинился перед горожанами за свою выходку. Я горожанин Магнитогорска, по 2005-го года рождения. Извиняюсь за то, что 27-го числа вечером махал игрушечным пистолетом из окна автомобиля «Ладо». Приношу свои извинения жителям Магнитогорска. Никого не хотел напугать. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Самая сильная женщина страны Екатерина Зайцева стала победительницей турнира по силовому экстриму среди женщин, который состоялся в рамках фестиваля «Сайбериан Пауэр Шоу» в Красноярске. Триумфально выступила Магнитогорская спортсменка и на международном турнире в Китае. Более подробно о стартах и отличных результатах расскажем в нашем сюжете. Эту весомую награду Екатерина Зайцева привезла из Красноярска. Кубок и золотую медаль она завоевала на турнире по силовому экстриму, который прошел в рамках традиционного мультиспортивного фестиваля «Сайбериан Пауэр Шоу». Турнир огромный, фестиваль международного уровня, было много спортсменов, было очень интересно, масштабно. У нас в силовом экстриме было пять девочек, Москва, Нижний Новгород и две девочки с Сургута. В этом году спортсменки выступали в течение двух дней. В первой их ждали два упражнения. Это подъем бревна весом 60 килограммов на максимальное количество раз за минуту. Екатерина сделала 10 подъемов. Далее девушки совершили фермерскую прогулку с чемоданами, вес каждого из которых – 50 килограммов. Следующие этапы состоялись только на следующий день. Это, как признается Екатерина, немного выбило ее из колеи. Она привыкла делать все и сразу. Третье упражнение было мешки. 8, 10, 12 и 16 килограмм перекидывание через планку 4 метра. В этом упражнении я, к сожалению, заняла третье место, потому что, наверное, я переволновалась и что-то пошло не так. Первым мешком сбила планку, она расшаталась и все, я бегала. Но, несмотря на это, в принципе, результатом довольна. Четвертое упражнение – переброс камня атласа через планку 75 килограммов. Я сделала за минуту 10 раз. Екатерина уверенно обошла всех соперниц и заняла первое место. Спустя пару недель отправилась на встречу новым испытаниям. А если быть точнее, на международный турнир по силовому экстриму, который проходил в китайском городе Гуанчжоу. Магнитогорская спортсменка была в составе команды из России, в которую вошли трое девушек и четверо мужчин. Там были девочки разделены по весовым категориям. Они выступали до 75 килограмм, я выступала свыше 75 килограмм. Упражнения были все тоже известные, но организаторы шли на такие эксперименты. Они по ходу, так сказать, совещания меняли упражнения, меняли веса, меняли время прохождения этого упражнения. Несмотря на это, мы все выступили достойно, показали лучшие результаты. Всего испытаний на международных соревнованиях было пять. Переворот покрышки весом 250 килограммов, толчок 50-килограммовой гантели. Ступени силы, где нужно было пять весов от 90 до 130 килограммов, поднять поочередно на ступени. Приседания с йоком весом 150 килограммов. Последнее упражнение – удержание 85-килограммового камня атласа на плече. Обычно Екатерина на соревнованиях его только перекидывала. Здесь нужно было за короткое время освоить новую технику. Это вот упражнение, наверное, мне далось сложнее всего. То есть непривычно, я еще по глупости забыла снять сережки, все время переживала за свои уши, что они останутся у меня на камне или с серьгой, я порву просто ухо. Итогом выступления стали медаль за первое место, памятные сувениры и непередаваемые эмоции, которые удалось получить и в результате соревнований, и во время прогулок по городу. Мы успели погулять немножко, мы посмотрели Гуанчжоу, мы ходили в рестораны, где как бы все так включено, и мы там пробовали и змей, и сами варили креветок, и кальмаров каких-то, и личинки пробовали, и тофу вонючую пробовали. В общем, все, что нам давали, мы все пробовали. Наставник Екатерина Андрей Полей поддерживал спортсменку онлайн и остался доволен результатами. Любые крупные турниры – это опыт, это приобретение опыта, и спортсмен не застаивается, а тем более такие, как Катя, ей обязательно нужно. Ей движение нужно, она без стартов не может, два месяца, все, она уже грустит. Международные соревнования в Китае являлись отборочным туром для участия в финале состязаний. Он пройдет в конце года опять же в Китае, и, как уверена Екатерина, это будет еще более интересная битва. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 6 июля. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин